Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире флаг «Истинный спаситель Киликии» МИД Республики Армения об очередной провокационной инициативе Азербайджана по Шуши. Приоритеты безопасности Арцаха, по мнению военного эксперта. Неожиданный ответ Кремля на турецкую карту мира. В оккупированной Западной Армении требуют восстановления монастыря святых апостолов в Муши. Азербайджанцы построили таможенный терминал в Нахиджеване. Их активность в этой части дает право думать, что они попытаются взять участок дороги Ангихакот-Шагат в Агеакопян. Знакомство с культурой Западной Армении, традиционные свадебные песни Карно Эрзрум. Киликия, 1915 год. Красный крест. Спасательный флаг сорокодневной героической битвы у Мусадага. Именно этот флаг, поднятый на высоте Мусадаг, заметил французский военный корабль и пришел на помощь. Флаг хранится в музее Анжара. Это равноправный красный крест на белом поле, под которым они оказали сопротивление и победили геноцидную турецкую армию. На фотографии участники сопротивления с таким же флагом. Грузинский историк Нодара Сатиани называет грузинский флаг флагом Гаргасали, который символизировал христианство. Официальный флаг Грузии с 2004 года по сути является официальным флагом Киликии, о чем свидетельствует его дизайн. По заявлению МИД Республики Армения, заявление Азербайджана о включении шуши в сеть творческих городов ЮНЕСКО является очередной провокацией. Ранее стало известно, что Министерство культуры Азербайджана намерено подать в секретариат ЮНЕСКО документы для включения шуши в сеть творческих городов ЮНЕСКО. МИД заявили, что на данный момент нет информации о том, что Азербайджан направил такой запрос. Что касается публикации азербайджанских СМИ и заявлений официальных лиц, Баку всегда политизировал культурные программы в рамках ЮНЕСКО, выступая с различными провокационными инициативами. Объявление о заявке на включение шуши в сеть творческих городов ЮНЕСКО не исключение, говорится в послании. В связи с этим ведется работа в частности с ЮНЕСКО по предотвращению разрушений и искажению сути армянского историко-культурного наследия. Недавняя агрессия Азербайджана вдоль восточных границ Республики Армения вызвала серьезные проблемы с безопасностью в регионе и в Арцахе. Корреспондент Арцахпресс попытался выяснить, какие угрозы для Арцаха существуют от военного эксперта Владимира Арутюняна. По словам Арутюняна, военно-политическое руководство Арцаха должно держать тему арцахского вопроса, агрессии Азербайджана и гуманитарного кризиса в повестке дня различных международных площадок и Армении. Арцах также должен создать необходимые гарантии, социальные и бытовые условия для предотвращения оттока гражданского населения, для организации нормальной жизни и деятельности людей в Арцахе. В тесном сотрудничестве с защитником прав человека, правоохранительными органами и российскими миротворцами, Арцах должен обеспечить необходимый юридический процесс в любом случае нарушения режима прекращения огня. Он должен работать в обратном направлении, чтобы противостоять объявленной противникам информационной войне, создать свои информационные войска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сожалеет, что на карте турецкого мира, подаренной президенту Турции Раджепу Эрдогану лидером партии националистического движения для Памбахчелли, нет красной звезды, указывающей на то, что ее центр находится не в Турции, а в России. Наши турецкие партнеры поощряют идею единства Турции. Это нормально. Единственное, о чем я сожалею, это то, что на карте в центре турецкого мира еще нет большой красной звезды, сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что центр находится не в Турции, а на Алтае, в России. Песков сказал, что это святое место для каждого турка, откуда они родом. Я говорю это как тюрколог, подчеркнул он. Ряд граждан, посетивших армянский монастырь святых апостолов Муши в Западной Армении, призвали местные власти восстановить монастырь. Как сообщает турецкое информационное агентство Анадолу, люди обошли разрушенную армянскую церковь и выразили пожелание отреставрировать исторический памятник с целью развития туризма в регионе. Как известно, монастырь святых апостолов Муши, который в настоящее время находится в селе Арак, был основан в IV веке святым Григорием Просветлителем. Монастырь святых апостолов Муши до 1915 года был одним из самых известных святынь региона. Монастырь в 1960 году был взорван динамитом администрации губернатора Муши, в результате чего от этого монастырьного комплекса уцелели только две церкви. Монастырь был отреставрирован в 1125 году. «Фактически мы не ограничились потерей участка М2 Горис-Капан. Мы также потеряли дорогу Капан-Чакатен. Об этом на брифинге с журналистами заявил депутат фракции Национального собрания Армения Ваги Акопян. По словам депутата, сейчас интенсивно строится дорога Ангеракот-Шагат. Если мы посмотрим на гугл-картах, то дальше границы на Хиджеван. Азербайджанцы уже достроили таможенный терминал. Их деятельность, по крайней мере, дает нам право думать, что они попытаются там пробиться», – сказал он. Арменоведа Ашак Адамям представляет на радио Мариам видеоролик, который переносит нас в прошлое. Список армянских свадебных песен из покоим веков является эталоном укоренившихся народных традиций. Камитас, Карамурза, Айрик, Мурадян и другие сумели увековечить повседневные обряды, обычаи, трудовые и общественные отношения. Песни Карин исполняли девушки и мужчины, через которых они выражали свои чувства и эмоции. Репертуар Карим в Западной Армении богат и содержателен, что до сих пор вызывает интерес у любителей искусства. Далее для вас армянская свадебная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.